здравствуйте друзья в эфире канал new rush world и с вами я юрий гимильфа в том что путинизм обречен уже никто изменяемых людей не сомневается путин не вечен это также очевидно и совершенно справедливо возникает вопрос что делать с путинской россии потом и в этой связи совершенно закономерно поднимается тема ядерного оружия россии а что с ним делать должна ли россия остаться ядерной державой и вот моему немалому удивлению в этом вопросе нет понимания и даже оппозиция российская позиция настаивает на сохранении у россии ядерного арсенала поэтому фрагмент интервью геннадия владимировича гудкова олеси бацман двухминутный фрагмент он надел много шума давайте его послушаем россии ядерное оружие потому что пока она есть у россии пока не только украине до всему миру спокойствия не будет постановку вопроса неправильного что извините тогда давайте отберем оружие велика британия чем не отобрать велика британия извините никому не угрожает страны на почему великобритании никому не угрожает а почему великобритания никому не угрожает потому что она ценит права человека и на этом стоит на принципе демократии у нас у демократических стран не стоит отбирать оружие стоит у демократических страны никому не угрожают да вот я вас про интервью а что легче демократизировать россии или отобрать не ядерное оружие что безопасно ну пытались же демократизировать россию это закончилось тем что появился путин который сегодня уничтожает украину пытает ее устраивает геноцид до этого он вошел не только в украину и собственно говоря планы вынашивает идти дальше поэтому ну наверное весь мир сегодня уже понимает что демократизировать россию это не удавшийся сценарий поэтому нужно теперь идти по второму демократизировать россию при пути не невозможно тут я с вами полностью согласен а то что если россия будет без путина и там победят и придут власти при поддержке западной коалиции демократические силы это будет тот тот сценарий который всех устраивает а как бы я не верю что вы отберете оружие у стрелкова гиркина а вот я в этот не верю сценарий у кадырова у стрелкова гиркина у пригожина далее везде вы отберете в них ядерное оружие вот при всем моем уважении геннази владимировичу гудкову в этом вопросе именно в этом я с ним совершенно не согласен и объясню почему давайте мы начнем с того что россия впервые за всю историю человечества за всю историю ялтинско-подздамского мира нарушила ядерное табу а именно негласный запрет на прямые угрозы применения ядерного оружия будем справедливы в истории были ситуации конфликтов между ядерными державами но например между советским союзом и китай между индией и пакистаном между ссср и сша и до ситуации иногда доходила до критической точки ну например карибский кризис индо пакистанские инциденты причем неоднократно восьмидесятые годы но подчеркиваю еще раз прямых угроз применения ядерного оружия никогда не было следовательно россия показала что в этой стране есть опасность прихода к власти безответственных правителей следовательно сама постановка вопроса о лишении россии ядерного оружия правомерно ведь вы поймите что после падения путинизма миру необходимы гарантии того что подобное не повторится безусловно я абсолютно согласен с геннадий владимичем гудковым что та демократия о которой он говорит необходимые условия необходимое но недостаточно для гарантии я ведь напомню что ядерная риторика в российской федерации идет стабильно с 2014 года это причем это происходит на всех уровнях это и пропагандисты ну вот вам простой пример зачем мы ждем контрнаступления использовать тактическое ядерное оружие нанести удары по местам дислокации расположения центр в принятии решения украины и депутаты покончить с попыткой думать запад что он будет на нас нападать такой сокрушительный удар нанести в разных точках планеты с использованием ядерного оружия и высокопоставленные лица первое лицо государства ну про риторику дмитрия медведева я уже и упоминать даже не хочу но хуже всего другое что это поддерживают простые граждане это говорит о том что уровень безответственности породило российское общество снизу доверху следовательно нет никаких гарантий что россияне даже на демократических выборах не вылили не предпочтут какого-нибудь сумасшедшего диктатора с другой стороны в россии нет механизмов ограничений я вот говоря риторики напомню вам при исторический прецедент 11 августа 1984 года рональд рейган президент сша в традиционном субботнем радиообращении к американцам пошутил позвольте цитату мои соотечественники американцы я рад сообщить вам сегодня что подписал указ об объявлении россии вне закона на вечные времена бомбардировка начнется через пять минут присутствующие вот те кто это слышали оцепенели от ужаса но тут же рейган добавил что это была шутка но я напомню что это шуточка она чуть не стоила рональду рейгану президентского кресла я напомню что восемь четвертом году в ноябре должны были состояться очередные президентские выборы на которых рейган баллотировался на второй срок и в конгрессе и в средствах массовой информации и простые американцы они резко критиковали рейгана за это а советская пропаганда тогда выжила максимум возможного из этой шуточки американского лидера вот лично я до сих помню охвативший меня 23-летнего парня ужас когда сми со ссылкой на рейгана сообщили что и атомная война может начаться хоть завтра даже спустя несколько лет в телемостах ссср сша которые напоминаю вели владимир познер и фил донах ю кстати при всем негативном отношении к владимиру познеру но я до сих пор считаю эти телемосты вершиной профессионализма так вот тогда же тогда советские люди припоминали американцам эту шутку рейгана и граждане сша с этим соглашались а в российской федерации сегодня тема превентивного ядерного удара по странах запада по странам запада это обычная ежедневная повестка к тому же сама по себе демократия панацеей не является но я напомню что и гитлер в 33 и путин двухтысячном они пришли к власти демократическим путем вот почему вопрос о лишении россии членства в совете безопасности оон и ядерного оружия это более чем актуальный вопрос вот почему человечеству необходимы гарантии а какие гарантии новая россия может дать только три во первых это суд над советским союзом и объявление организации в чека у гпу нквд мгб кгб фсб преступной организации второе это полное право нации на самоопределение вплоть до отделение от москвы и наконец третье это добровольный отказ от ядерного оружия и далее тут я опять же при всем уважении вынужден возразить геннадий владимирович что не никакой запад помогать россии в устройстве внутренних дел никогда не станет я напомню что еще с 1648 года с вестфальского мира один из главных принципов международных отношений это не вмешательство во внутренние дела запад будет этим заниматься внутри российскими делами я имею ввиду только в одном случае если будет внешняя оккупация западом россии и при том что сама российская федерация утратит субъектность международного права ну давайте друзья будем реалистами это все фантазии никто россию оккупировать никогда не станет а на сегодняшний день российская оппозиция не имеет никаких шансов на власть именно пригожин которого упоминает геннадий владимирович гудков является наиболее харизматичной фигурой в глазах оболваненного населения следовательно вопрос об отказе от ядерного оружия это вопрос переговоров между россией и человечество ну а тезис геннадий владимирович о том что я его цитирую как как вы планируете отобрать ядерное оружие у кадырова геркина и пригожина но честно говоря мне вот лично даже неловко об этом говорить поэтому я постараюсь быть максимально деликатным у означенных персон нет ядерного оружия которое находится во владении у обладателей ядерного чемоданчика системы казбе а это путин шойгу и герасимов то есть президент министр обороны и глава генштаба поэтому я скажу крайне тактично это не аргумент а высказывание геннадия владимировича гудкова о том что пусть тогда все страны отказываются от ядерного оружия это не верно я объясню почему по трем причинам во первых ни одна страна на обладающие ядерным оружием кроме россии никогда не грозило его применением напротив ну вот я например приведу элементарный пример я вот лично знаю много людей имеющих лицензию на оружие но также знаю в случае который произошел несколько лет назад в израиле какие-то пьяные балбесы устроили тир по бутылкам ну в итоге их лишили лицензии на оружие но плюс конечно заплатили штраф поезда но аргумент давайте тогда всех лишайте помилуйте но это не работает во вторых прецеденты для лишения ядерного оружия были например южноафриканская республика на 79 до 89 года владела ядерным оружием и стала первым в мире государством которая добровольно от него отказалась восемьдесят девятом году далее казахстан тоже отказался передал свой ядерный арсенал россии по протоколу при содействии сша украина и наконец беларуси и наконец третье общий отказ от ядерного оружия в современном мире не панацея я даже отвлекаюсь от того что подобное просто невозможно вот вы знаете какие страны имеют наработки и технологии для создания собственного ядерного оружия очень удивить услышав этот список алжир аргентина белоруссия бразилия египет ирак иран испания ливия мексика румыния саудовская аравия сирия тайвань швеция украина южная корея а технологиями по обогащению урана обра обладают плюсов перечисленным странам еще австралия бельгия германия италия нидерланды и япония и вот вам еще на закуску один факт которому вы очень удивитесь в настоящее время в разработках по созданию технологии производства ядерного оружия подозревается знаете какая страна миямма и это несмотря на подписанный ей 15 декабря 95 года и ратифицированный 28 марта 97 года банкокский договор поэтому на данный момент всеобщее ядерное разоружение по объективным причинам невозможно а но может быть россии что-то или кто-то угрожает увы дорогие друзья геополитическое положение россия она очень похожа на юар южноафриканскую республику россии на самом деле никто не угрожает об этом хорошо сказал игорь миронович губерман россии не опасен внешний враг и охранят пространство и снега но я опасен внутренний дурак усердно сочиняющий врага увы дорогие мои это правда напротив именно российской федерации является угрозой мировому сообществу следовательно вопрос о лишении россии обладание ядерным оружием это насущный вопрос а соглашение о гарантии безопасность со стороны запада это вернейшая гарантия того что россия не повторит эпоху путина но я не могу хочу сказать что россию лишить ядерного оружия просто но способы есть отвечаю на вопрос как ну во первых поскольку россия де-факто практически ничего не производит то возможно программа ядерное оружие в обмен на продовольствие также возможно условия приема в клуб цивилизованных стран то есть снятие санкции эмбарго в обмен на отказ от ядерного оружия но плюс разумеется это не обсуждается выдачи всех военных преступников ну или снижение суммы репараций украине в обмен на отказ от ядерного оружия сумма репараций по самым скромным подсчетам на сегодняшний день уже превышает полтора триллиона долларов а дальше будет только возрастать на этот вопрос о ядерном оружии россии он необходим он крайне актуален и вот заключение хочу сказать вот что я еще раз намерен подчеркнуть что уважаю геннадий владимирович гудкова со многими его тезисами я полностью согласен но не в данном случае однако мое расхождение во мнении с ним по данному вопросу ни в коей мере не отменяет моего к нему уважения и симпатии я готов на открытую дискуссию с геннадий владимировичем гудковым в прямом эфире разумеется в корректном уважительном формате геннадий владимирович изложил свое видение проблемы а я сейчас изложил свои аргументы дискуссии я готов и больше скажу дискуссия по данному вопросу самая широкая дискуссия необходимо причем с привлечением как можно большего числа людей дискуссия конструктивная корректно и уважительная ибо это крайне важный вопрос а о причинах я рассказал выше вот почему я даю полное право на перезалив этого ролика и прошу максимальный репост впрочем я друзья всегда же вам напоминаю выводы делать только вам подписывайтесь на канал не рашворд и до встречи а